Слушай, Серёжа, ты Марусю не видел? Куда подевалась эта девчонка? Я уже битый час не могу её дозваться. Хотела послать её, чтобы она собрала одуванчики. Юля, я их недавно все скосил, а для чего они тебе? Варенье сварить, по бабушкиному рецепту. Я сама в детстве тоже собирала, а бабушка варила варенье. «Маруська куда-то запропастилась, а я хотела её приобщить к этому приятному процессу». Семья Грачёвых совсем недавно перебралась из города в деревню. Юле достался наследство старенький домик от бабушки. От города до деревни езды было всего полчаса, и поэтому на лето они переехали в деревню. Да и врачи советовали Марусе жить на свежем воздухе. Серёжа с Юлей продали московскую квартиру и построили дом в деревне. А старый дом остался стоять одиноко на отшибе. Утром супруги завозили Марусю в школу, а сами отправлялись на работу. А вечером возвращались обратно в новый дом. Летом в город ездил только Сергей. Жена с дочкой всё лето проводили в деревне в хлопотах по дому. Юля была педагогом, и у неё тоже были каникулы. Юля снова сокрушалась. «Где же пропадает Маруся?» И ещё она стала таскать еду со стола. Раньше её невозможно было накормить, а сейчас сразу пирожков наберёт побольше, то бутербродов наделает с сыром и колбасой. Думают, что я не замечаю. А вечером, где-то между семи и восьми часами, куда-то пропадает. Отец решил поговорить с дочкой, но разговоры не увенчались успехом. Маруся сначала молчала, а потом как-то сказала. «Так нужно!» И всё равно продолжала каждый вечер уходить, поэтому родителям ничего не оставалось, как проследить за Марусей. Однажды Юля зашла в комнату к Марусе и увидела на полу клочок бумаги. Оказалось, что это была записка, написанная красивым ровным почерком. В записке было написано, чтобы Маруся вечером пришла в их старый домик, который стоял на отшибе. Родители Маруси разволновались. Сергей не на шутку испугался за дочь. Нужно обязательно выяснить, кто и почему прислал эту странную записку Марусе. Сергей понимал, что дочка не расскажет ничего и придётся проследить за ней. Ближе к вечеру Маруся начала как бы собираться куда-то, но Сергей не подал вида, что заметил, как она волнуется. Маруся вышла из дома и пошла в сторону старенького дома. Сергей заметил, что дорожка туда довольно хорошо протоптана, значит, туда она ходит часто. Подойдя поближе к дому, Сергей увидел в окне чью-то фигуру. Явно, что в доме кто-то есть. Сергей решил подождать, когда придёт Маруся. Через несколько минут, как и предполагал Сергей, из-за кустов появилась дочка. Она постучала в дверь, и она таинственно открылась. Так как у Сергея были ключи от дома, он поспешил к задней двери дома, и, войдя в сень, он услышал голос Маруси. Она разговаривала с какой-то женщиной с очень приятным душевным голосом. У Сергея слегка отлегло от сердца. Ему казалось, что женщина не может представлять никакой угрозы для Маруси. Сергей зашёл в комнату, где находились его дочка и незнакомка. Он увидел перед собой пожилую женщину. Она, увидев Сергея, испугалась и попыталась спрятаться. — Не бойтесь, Таисия Николаевна, это мой папа, он очень хороший и не причинит вам зла. — Маруся, что всё это значит? Я хотел бы знать, кто эта женщина и почему она тут, и что делает в нашем доме. — У вас очень хорошая, добрая, отзывчивая девочка. Несмотря на юный возраст, если бы у меня была такая дочь, я бы гордилась ею. Вот что ещё узнал Сергей о своей дочери от Таисии Николаевны. Женщина была одинока и проживала в доме для престарелых. У неё не было ни друзей, ни родственников. Таисия Николаевна очень тяжело переживала одиночество и однажды решила сбежать из дома престарелых в тайне от всех. Женщина лжила, где придётся. Она подкармливала бродячих собак, и Маруся тоже кормила животных. Так они и познакомились. Маруся рассказывала женщине о деревне, где она живёт с родителями, и о домике тоже рассказала, и предложила Таисии Николаевне переехать в этот домик. Женщина согласилась и перебралась вместе с собаками в старый дом. И прожила там около месяца. Сергей вместе с женой решили помочь бедной женщине и её собакам. Женщина теперь спокойно могла жить в старом доме. Кроме того, она получала достаточной еды для себя и своих собак. Всё это получилось благодаря маленькой Маруси. Мир не без добрых людей. Недаром говорят, что добро порождает добро. Субтитры создавал DimaTorzok